Ну что, друзья, расклад нынче такой, что все на лотерею, не то что на лотерею, вообще на все иммиграционные вопросы забили. С одной стороны, нет никакой перспективы, чтобы договориться, ну как бы все это поняли, договориться не удастся. С другой стороны, тут какие-то неотложные дела набегают. С третьей стороны, Верховный суд отказался в ускоренном порядке рассмотреть легитимность, так сказать, не самой отмены указа Обамы, а запрета, легитимность запрета, которую наложили два федеральных суди. И Верховный суд сказал, нефига спешить, пусть рассматривают в установленном порядке, то есть пусть сначала апелляционный суд рассмотрит, а если после, считается, что это может занять и больше года тоже, хождение по судам. Ну то есть никто точно не знает, но пишут, что никто не удивится, если займет и больше года тоже. Это продолжительный процесс, поэтому все в один голос сейчас, начальники большие, которые раньше пытались добиваться компромиссов, как-то договариваться, все большое начальство из обеих партий говорит, что все решат выборы ноябрьские. Это значит, что не только на ближайшую перспективу до ноябрьских выборов, но и, скорее всего, уже и до президентских, зависит от того, как ляжет там губно, перейдет ли одна из палат Конгресса под контроль демократов. Если перейдет, то мы спокойно можем сказать, что лотерею не отменят до конца президентского срока Трампа, там уже не будет возможности в принципе никакой. Пока что, значит, минимально, что мы можем сказать во времени, глядя вперед. Мы можем сказать первое, состоится 15 мая розыгрыш, так, лотерея DV 2019, состоится в первых числах октября, состоится прием заявок на лотерею 2020. Абсолютно не о чем беспокоиться тем, кто победил в лотерею 2018 и беспокоился, что как бы чего не вышло в связи с новыми законами и так далее. Абсолютно никаких проблем нет. Те, у кого воссоединение с родственниками, всякие дела, могут расслабиться и находиться в том же состоянии. Во всяком случае, еще раз, до ноября ничего не произойдет, даже если в ноябре расклад останется таким же, обе палаты республиканские под контролем и так далее, и так далее. Совершенно не факт, что после этого у них будут силы заниматься лотереей, семейной эмиграцией и так далее. Потому что совершенно как бы не просматривался консенсус и непонятно, с чего он вдруг будет просматриваться. Я не думаю, что кого-то из вас интересует стена на границе с Мексикой, поэтому мы эту часть вообще не трогаем. Я думаю, что и Дака сама по себе вас не очень интересует, а только в связи с тем, что вопросы лотереи и семейной эмиграции были привязаны к этому делу искусственно, в общем-то. Ну, так что, друзья, наш канал, это первый канал во вселенной, что новостной, что ютюбовский. Я официально от имени руководства канала, то есть своего личного мнения, вот, от имени и по поручению лично себя поздравляю всех с тем, что мы в порядке. Лотерея состоится и розыгрыш, и прием заявок на следующий год. И объявляю официально, вот, что все это состоится. Первый во вселенной. Так что, друзья, если у вас вообще есть элементарная совесть, значит, ставьте лайк. И если вы еще не подписаны на наш канал, я, друзья, честно, вам даже сочувствую немножко, потому что, ну, как же так, да, вот, ну, не суть, друзья, не суть, это я так балуюсь. Счастливо, у меня сейчас начинается урок онлайновый по тестированию программного обеспечения в нашем курсе на русском языке. И прямая трансляция будет через час буквально на канале Портнов Блог, а остальные увидят это либо в записи на нашем канале Голос Силиконовой Долины, либо те, кто участвует в группе, 500 человек, они увидят это все в группе. Счастливо! Счастливо!